Всем доброго времени суток! 29 января, канал Зимани Хочу затронуть несколько тем по поводу Амазона Первая тема это у нас праздники закончились После праздника нам пообрезали серьезные отзывы Первый заход был, по-моему, в 29 числах декабря И вот самый такой конкретный заход был у нас 2 дня назад У меня в конце декабря сняли около 30 отзывов Не помню даже, я не смотрел, потому что у меня больше 250 отзывов было И я так не особо внимания надо обращал А позавчера вот был уже существенно У меня был 201 отзыв на тот момент, сейчас осталось 99 То есть сняли у меня 102 отзыва, начал анализировать что да как И тут многие очень сильно переживали, потому что Я в принципе к отзывам никогда не относился в плане звездочек Для меня я их вообще использовал на все 100% То есть это все отзывы из продвижения То есть мы правильная раздача, правильное продвижение, так скажем Так что они уже себя оправдали в первую очередь Мы занимаемся именно продвижением через отзывы, а не для того, чтобы картинки закрыть Но много людей, у которых там всего 15-20-30 отзывов И когда по 20 отзывов снимают, это конечно существенно Потому что вчера много людей обратилось подбить концы Так, идем дальше значит Вот здесь фейсбук-группа основная Фейсбук-группа основная Вчера вот я поменял шапку Планирую проводить фейсбук-лайвы По понедельникам 20 мск То есть 2 часов по Москве Не знаю, сегодня получится, не получится Отпишусь в группе попозже Так Здесь у меня есть такой пост Я вот его специально отложил под этим Как раз у нас 7 января вот началась эта бодяга 6 вечера Ну и вот здесь последний пост, как раз его хотел прочитать Человек ответил Amazon И написали Мы не можем принять обзор ваш продукта Потому что мы не разрешаем отзывы, которые измечаются в обмен на какие-либо компенсации Отключать бесплатно и льготный какой-то продукт Но это вот они супер вообще То есть раньше все разрешали Теперь задним числом Для Amazon это нормально Просто взять задним числом и удалить все То есть у меня удалили Все те отзывы, которые я получал через платные сервисы И через Фейсбук-группы Как ни странно, топ-ревьюеров не оставили Как я это определил Потому что у меня на первой странице, где идут отзывы Много топ-ревьюеров Причем те отзывы, которые на самом деле тоже за купоны И написано у них купоны Но они некоторые верифицируют, некоторые не верифицируют Но у меня единственная одна звезда есть Это как раз от моего обалденного обзорщика Которому взбрело в голову написать мне одну звезду Вот Он его тоже оставили Но много и отрицательных отзывов убраю Так что Минус 102 отзыва Можно меня поздравить Не знаю, как у вас, но многие также пострадали, как понимаем До этого Чистка В декабре у меня унесло около 30 отзывов Я даже на них внимания не обратил И тут у нас вторая волна получается До этого меня вообще никогда отзывы не удалили Когда там нас осень удалили у многих Вот, мне как бы это не касалось К чему я это веду К тому, что на данный момент Сегодня мне опять несколько человек написал по поводу отзывов Можно, не можно платных сервисов Я считаю бесполку Потому что сейчас алгоритмы робота Амазона Исключительно удаляют отзывы, которые привязаны к скидке То есть, если Амазон видит купон И после этого видит, что получили отзыв Соответственно, его будут удалять Но какой смысл? Десять раз об этом спрашивают То есть, кто этого не знал, имейте в виду Вот, второй момент по отзывам Это когда люди Кстати, отзывы без выкупа Вот эти, которые сейчас по 5 долларов продают 5, 6, там у кого как Их не удаляют Раньше их удаляли, периодически Сейчас не удаляли И многие очень в ладошь хлопают И говорят, что он как бы Вот такая вот история Там давно удаляют Но в любом случае И по купонам тоже не удаляли То есть, рано или поздно удаляют И я так понимаю Должны оставить только верифицированные Или те отзывы, которые покупатели Как бы благонадежные Имейте в виду, что многие Которые отзывы по 5 долларов Которые без выкупа Это вообще абсолютно левые отзывы Не от живых людей А именно сгенерированных левых карт Вот И соответственно Риски здесь еще повышаются По поводу того, что Не удаляют Но в любом случае Алгоритмы настроят по-другому И будут удалять все остальное Так что По отзывам сейчас на данный момент Мне кажется Единственный нормальный вариант Это отдавать своим друзьям Знакомым Или кому-то Чтобы Делали нормальный выкуп Единственное, эти люди Должны быть реальными Вот Они не виртуальными Так скажем И должны быть они Не палеными Так скажем То есть Не которые Там печатают эти отзывы Там по 10 штук в день Вот Потому что Рано или поздно забанят Вот Имейте ввиду Не делайте Я не знаю сейчас Я раздачу по купонам Уже с октября месяца Как вот у нас сломалось Когда там Число 10 Они по-моему Закрыли эту всю лавочку Вот Мы перестали вообще По купонам раздавать Ну вот И еще момент Когда нам заказывают Непосредственно отзывы И просят То за доллар сделать То за пять Первый момент Это доставка по прайме Доставка не будет Ословаться товаром Если он будет меньше Минимальной суммы доставки Вот Так что Минимальная сумма доставки На мой товар Была например 10.99 Недавно мы товар Выкупали за 9 долларов Но не дешевле Имейте ввиду Если вы опять будете Скидывать товар И вам будут писать отзыв И вы потом Будете хотеть Опять поднимать Риски получить То что у вас Этот отзыв Удают Выше Чем у обычной покупки То есть Наша задача Не палиться Наша задача Потому что отзывы Все более и более Ценные становятся Это хорошо У нас во первых Есть сервис У нас есть возможность По крайней мере У меня точно Получать нормальные отзывы От нормальных людей Не которые печатают И не которые у нас В продавцах А в первую очередь Это независимые люди Которые просто в Америке Нам помогают Которые Там планируют Стать продавцами Или родственники Или знакомые То есть мы набираем В первую очередь Таких людей На той же Украине Не обязательно иметь Людей в Америке Потому что Украина Так же могут делать Со всего мира На Амазоне Купать товары Никакой разницы не иметь Вот И из-за этого Кто там Вот это вот Дешевле Не дешевле Плюс вот эти вот Там да Два момента Первый момент Фи конечно Ну если разница Я могу сказать От 10 долларов До 15 Будет где-то Меньше там Центов 60 Будет разница То есть если вы готовы Рискнуть Той суммы Которые вы Вкладывали Из-за полиции За вот эти 60 Там 70 центов Ну я не знаю Это первое Второй момент Как мне народ Объясняет Я уже и так Вложился Ну извините Ну вы товар купили Из голой жопы Мы пришли туда И нет ни копейки На продвижение Уже нет слов просто То есть вы хотите Просто привезти товар И положить Чтобы он продавался Ну за место Надо заплатить За то надо заплатить За все надо заплатить Тут вариантов нет И то что По купону Ну это вообще бред Делать выкуп по купону Отдать Сергею Чтоб Сергей У вас за купон купил Ну и у вас вообще В ноль просто Вся проделанная работа Вылетит в трубу Или сейчас Или позже И по поводу Отзывов Без выкупа Я уже сто раз говорил Я их использую Исключительно для Увеличения Так скажем Количества массы То есть мы там делаем Например там 20-30 отзывов Без Точнее с выкупом И Там Столько же например Без выкупа Чтобы именно массу Вот эту вот увеличить Но не более Это не основные отзывы И не забывайте От отзывов Без выкупа Нет продвижения Думаю Что хотел Все донес Кто хотел Услышал Кто не хотел Услышать Он никогда ничего не услышит У них своя там тема Вот так значит Второй момент Второй момент По поводу таблицы Таблицы Которую я В Excel Сделал Хотел ее подробно Пройти Я ее Вот сюда засунул То есть таблицы Теперь у нас Вот здесь Excel Я никуда ее убирать не буду Она будет всегда Буду ее дополнять Пишите комментарии Буду Писывать дополнительно Что я там забыл И так далее Ну здесь у нас все стандартно Как обычно Пионер 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 50 долларов Дает То есть нажимаем 50 долларов Можно получить Место 25 У меня есть Контакт с непосредственно Пионером Они дали Такую специальную скидку И плюс Ко всему прочему У кого оборот Больше 10 тысяч долларов Обращайтесь Я вам бесплатно Помогу Связать с этими людьми И Можешь получить Какие-то преференции Дропшиперы могут получить Больше сделок в день Там Уменьшить Какие-то накладные расходы И так далее То есть в любом случае Можно общаться Эта помощь в любом случае Бесплатно Так Здесь у нас значит Купоны на файвер Вот человек кинул Как раз в группу Я ее все добавил Так что Можно Попытаться Что-то сэкономить Я думаю Это тоже неплохо И хорошая идея Можно в принципе Найти наверное Другие купонаторы Которые дадут нам Какую-нибудь скидочку Почему бы и нет Не пробовал Надо попробовать Напишите в комментариях Amazon Prime Ну если вы Дропшипер Если вы Человек который делает Отзывы И так далее Если нетрудно Перейдите по этой ссылке Просто-напросто Я тогда получу Получу-получу Какие-то там Я не помню Какую-то сумму денег На Prime Вот То есть у меня просто Будет Prime бесплатно Вы также можете Такую ссылочку Давать своим друзьям Чтобы просто Например Если вы покупаете Prime Или вас кто-то знакомый Покупает Prime По этой сумме По этой ссылочке Просто получите Реферальский Я не помню Честно могу сказать Мне ни разу По-моему Не приходило ничего Тогда у вас будет Прайм Я сюда тоже в таблицу Добавлю Сюда Подлагаста Называется он Сейчас Вот так вот Канава Ком Здесь очень много Возможностей Работает он как Викс С места на место Перетягиваете Вот эти вот Все варианты Вы попадете В принципе Ну надо попасть Короче вот сюда Вы попадете Так И чтобы например там Facebook Сделать Или логотип Вот например Или еще что-то Здесь вот Вот логотипы делают И вот например Мы берем логотип Выбираем Наше предложить вариант Здесь будет часть Бесплатная Большая часть Вот бесплатно 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 То есть Круто вообще Просто вот Реально респектуемо Я его нашел Мне очень понравилось Очень удобно работать Очень все красиво Нарядно Так что Советую Здесь и Facebook И YouTube И короче Можно Креатив применить И практически все бесплатно То есть Это вот как раз Надо вам Сделать свой Скачать здесь Скачивается В разных форматах То есть Если мы возьмем Скачать PNG PDF Короче Вообще супер Вот тут Другого слова JPEG Шикарный сайт Просто всем советую Если надо Берите вот в группе Будет вот сейчас Под логотипом Я так закончу Видос Закину Так же Кэшбэки Стандарт Что тут у нас Все группы Ну это YouTube ВКонтакт Блогер Amazon Live По него Сейчас попозже Расскажу И все группы Facebook Здесь по обучению Если кому интересно Так идем дальше Расширение Расширение Ну это у нас вот Вопросы бывают Периодически Там по Киепе В видосах Видя там И Хеллион Там и так далее Здесь все Есть Так что Потыкайте Посмотрите Все Которые я знаю Путевые Хорошие Первые два Это у нас В первую очередь Дропшипперские Одни из самых Крутых Я считаю А все остальные Относятся Именно ко всем Так что Некоторые платные Некоторые бесплатные Некоторые частично Платные Вот Всем можно пользоваться Всем советую Все что есть Платно курсов Сомневаюсь Что что-то Они там больше Могут приложить Ну Естественно Кроме дропшиппинга Потому что Дропшиппингом И Онлайн арбитражом Я не занимаюсь Но в любом случае Можно как бы Добавлять Группе по дропшиппингам Потихонечку добавляют Просто планирую В будущем Их разделить На приватовские И дропшипперские Чтобы не было путниц Так Логистика Ну логистика Тут все ясно Владимир Джимми Сара Рафаэль И вот такая вот Конторка То есть Все координаты Нажимаете Которые Ссылки есть Они есть Которые нет Они нет Так скажем Программы Смотрим по программам Что тут у нас Ну MerchantWord В основном здесь Поиск ключевиков Анализ ключевиков Helium Ну много-много Интересных Была вот Интересная программка Найду я Сейчас не найду Нет Той программы Не вижу я ее Где-то в другом месте Ладно Пошли дальше Ничего страшного Так Это у нас платные Здесь я ими пользуюсь Динамически Но на данный момент Как раз Возвращаясь К первой теме Данного видоса Могу сказать Динамически Сумпериурлом Я сейчас Не пользуюсь Все исключительно По заданию Какая страница Фотографии товара Тайтл И все дела Ценник Вот человек Находит на этой странице И покупает Мой товар Динамический Суперюрел 20 баксов Или дороже Платить На данный момент Нецелесообразно Вот Вот это вот Нужная вещь Это именно Партия своей позиции Это анализ А именно Анализ при продаже То есть Когда мы уже продаем Мы продвигаем товары И смотрим На каких страницах Каким ключевикам Мы находимся Вверх пошли Мы вниз пошли И делаем Постоянный анализ Очень нужная вещь Все они платные eBay анализ Ну это вот как раз Именно Типа 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 Анализируем Бестселлеры eBay именно Алгоритмы IT Уникальные слова Тоже Классная штука Ну вот сюда можно засунуть Повторящие слова Насколько я помню Это у нас Анонимный email Можно отправить Это делать как разбан Это у нас разбаном Занимается компания Вот в принципе Я так отзывы почитал Достаточно Хороший отзыв По этой конторе Алгоритм возврата Amazon Fee Вот здесь я в контакт скидываю документы Образец инвойса Упаковка Что на упаковку наносит Но в основном сейчас мы наносим Именно Бренды Made in Chain Бренд регистре Бренд регистре МПН Который сделается Как раз Денис Улимпенко Сделал его Но То есть здесь вот конкретно Расписаны Все вот эти моменты Спасибо ему Так Что у нас тут Алгоритм возврата Amazon Fee А это у нас Это у нас вот эти вот документы Скачивайте И смотрите Надо назвать обязательно так же А то путница происходит Как вывести Amazon на чистую воду Так Думаю Смотрели этот Видос как рассказывали Но Я именно документы файла только оставил Потому что с видео там что-то какая-то Заморочка будет Фидбэки Основные Кто именно Ну Те Фидбэк Которые дают после покупки товара Вот Чтобы было удобнее получать От реальных покупателей Так назовем Органический Отзыв Вот А это обязательно инструмент Так что надо обязательно иметь пользователя Здесь у нас По патентам Help Это я скидываю сюда Чтобы максимально было удобно Ссылки получать Справка Калькуляторы Два вида Как найти покупателей По отзывам Тоже вот как раз документ Вот такого рода Ну так что можно смотреть Тоже интересно Вот такие Фишки Мелкие фишки Чек-лист Таблица Чего с таблицей Таблица Фбей Как раз Фулфилмент То есть вот соотношение Вот этих всех вещей Каждая группа Проценты Это из той серии Что Разный Бестселеранк Относится К Короче Продажи Продажи в разных группах Бестселеранка Разные совершенно Ну кому надо То есть Удобные вещи Инспектор сервис Это Помимо наших посредников Есть вот такие вот Валибабы Люди Здесь Сервисы Которые могут нам сделать проверки Там всякие-то эти вещи Так Поставщики Где мы можем закупаться Магазины Опять то же самое Где мы можем Продаваться Так скажем Листинги Кто делает Тоже по ссылке Может перейти Уже на свое усмотрение Здесь опять Логастер Так Сейчас сюда Можно будет Воткнуть Вот эту вот штучку Конва Она называется Ну я-моя Конва Берем ссылочку Конва Вот так вот это и делается Бан Все Так идем дальше Баркоды Где брать Ну с баркодами Я показывал уже Только что МПН Чтобы получить Бренд регистры Но кто бренд регистры Не успевает Не хочет Ну работаем пока Через UPS Если в Америке И я Если в Европе Так здесь у нас Получается Различные письма Некоторые кривые Некоторые не очень кривые То есть я Невеликий специалист По английскому Точнее вообще никак И соответственно Просто набирает Какую-то базу Это именно Болванки Вы уже исправляете То есть здесь Есть какие-то Ну стандартные Запросы Подкорректируйте Посмотрите Можно пользоваться Так Не будем затягивать Дальше удовольствие По поводу Amazon Live Amazon Live Здесь значит Я хочу проводить Их через компьютер Мне так удобней Через компьютер Я могу показать Какие-то примеры Особенно Я хочу Amazon Live Проводить Именно не для того Чтобы рекламировать Свои там курсы Обучение Или еще что-то А именно На примерах Конкретных Действительно Показывать То есть это Не вебинары А именно Если есть вопрос Хотелось бы его полностью раскрыть А не то чтобы сказать У меня на курсах Это все есть Я в курсах все это рассказываю Приходите Я вам покажу То есть хотелось бы просто Если по выбору товара Показать Как его выбирать Вот Хотя бы Хотя бы В кратком виде Ну Чтобы было представление О том Как это все делается Ну вот Как я это делаю Какие недостатки есть Если это делать Какими-то Другими способами Так скажем Вот Специально для этого Взял страницу Потому что Facebook Live В группе Не Хочет показываться Если вы подпишетесь На вот эту вот страничку Постепенно я ее сейчас Доведу дома Допилю Вот И будете Если подписаны На страничку В момент Собираюсь я В 20 Ну В 8 часов вечера По понедельникам Проводить его Не знаю сейчас Как будет Или я заранее буду Видос писать Туда вставлять А потом отвечать на вопросы Или онлайн Буду все это показывать Сейчас посмотрим Как это будет выглядеть Потому что не знаю Как у меня интернет Будет работать Ну то есть все это Хочется сделать качественно Для этого надо попробовать Просто Как это будет все выглядеть Вот Подписывайтесь на страничку И тогда у вас будет Как бы автоматически Я так понимаю Когда Если забыли Или еще что-то Будет высвечиваться Когда будет этот лайф Вот Поначалу будет В любом случае С шероховатостями Это По-любому Ну Надеюсь Высеним потихонечку Все это дело И все будет нормально Вот Так что В принципе все Все что Хотел рассказать Рассказал Ссылочки на все есть Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok